Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Смерть ребенка с ангиной стала последней каплей. Жители Волчихинского района требуют отставки главного врача ЦРБ. Почти московские цены. Что происходит с рынком жилья в Барнауле и почему аренда может вырасти еще на 10-15%? Они ждали этот турнир больше 10 лет. В Барнауле прошли соревнования по ледовым гонкам. Похороны 7-летнего мальчика сегодня прошли в Волчихе. 28 января он скончался в районной больнице. Региональный следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку. Смерть мальчика оказалась последней каплей терпения местных жителей, которые за несколько дней организовали сбор подписей с требованием сместить главного врача ЦРБ Татьяну Харлова. Подробности у Юлии Щепиной. Ночь 28 января. 7-летнему мальчику с ангиной оказывали помощь в Волчихинской ЦРБ. Несколько часов и ребенка не стало, говорят жители. Люди уверены, мальчику не оказали должного лечения. На дежурстве не было никого, кроме медсестры. Прокуратура проводит проверку. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, ночью 28 января этого года при оказании медицинской помощи 7-летнему мальчику в Волчихинской ЦРБ у ребенка остановилось дыхание и была констатирована смерть. Предварительной причиной смерти несовершеннолетнего явилась вирусная инфекция. Назначены судебные экспертизы для установления точной причины смерти ребенка. Изъяты и изучается медицинская документация, сообщают в ведомстве. До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребенка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае. Местные жители тоже требуют разбирательств. В выходные они планировали массовый сбор подписей против главного врача ЦРБ Татьяны Харловой. Но организаторам акции пригрозили штрафом за организацию несанкционированного митинга. Однако сход все же состоялся. Люди недовольны состоянием медицины, из-за чего, по их мнению, и могут случаться трагедии. Сегодня собрались, и просто сегодня пришел не один человек. Два, я не могу сказать, что вам пришло, но это говорит о том, что у вас точно вы пришли об основу. По факту вчера собрались 70 человек. Встречу, которую еле-еле собрались, но пришли туда люди. Пришли только с одного села, а не со всего района. Значит, на встрече что делается? На встрече составляется присутствие прокурора и главы района. Обращение, как люди пожелали, те, которые были. Больница-то районная, она же одна. У нас не у всех есть ФАПы в плачевных состояниях. Кто-то на ФАПы, жители на ремонт собирали. У кого-то по документам он вообще сделан, на самом деле он в плачевном состоянии. Эти вопросы мы хотим поднять. События, произошедшие накануне, стали последней каплей для жителей всего района. Кроме инфраструктуры, люди возмущены отношением руководителя медучреждения. Первое мое обращение было на горячую линию Томенко. Был вопрос именно по больнице, по Харловой. Почему нет медикаментов, почему нет врачей и все в этом роде. После чего мне ответ не пришел. Но мне был звонок от Харловой с угрозами. Ты кто вообще такая? Да ты чересчур много знаешь. Я говорю, да знаю. Да ты вообще кто? Ты приедь, мы с тобой поговорим. Ну, то есть вот в таких тонах. Второй раз я обращалась непосредственно к прокурору Волчихинского района. Сейчас жители занимаются сбором подписей со всего района. То, что мы с вами соцсетят, и то, что сейчас ключевой вопрос заключается в чем? Харловой. Вопрос с ней. Давайте теперь разбираться. Юлия Щепина. День с толком. Дополнительные отпуска сократили врачам Локтевской ЦРБ, где мы были на прошлой неделе. Врачи жаловались на низкие зарплаты и плохие условия труда. Отдельные категории сотрудников потеряли 7 дополнительных дней отдыха, положенные за вредность и опасные условия труда. А кто-то и вовсе 14. Хотя в декабре в Минздрав отвечал, что сокращения до подпусков не будет. При заявлении нашего министра Попова, когда он сказал, что да, вы не так это все поняли, то есть это было касательно, касалось только к Алманской ЦРБ, нам раздали эти уведомления еще в октябре месяце. И вот на той неделе я получил как ДОП соглашение к трудовому договору к основному, как дежурству в приемном отделении. Там указано, что основной отпуск 28 и дополнительный 7. То есть 7 дней дополнительного отпуска у меня забрали. То есть не 42 дня, а 35. У меня 7 дней забрали. У реанимации, у анестезиологов, у рентгенологов у них забрали 14 дней. И утрируется тем, что нет финансирования. Условия труда не изменились. Специалисты работают круглыми сутками, говорит Виктор Удодов. Да и у скорой помощи огромный перечень факторов риска, за которые теперь никто не платит. Это и химические факторы бывают, те же самые физические. Физические они сами носят. Вместо женщины положено 5 килограмм, она 150 килограммов тащит. Много факторов вредности, конечно. И ветчевые больные, это биологический фактор. И туберкулезные больные, они с ними, ну с них тоже сняли дополнительный отпуск. Это неправильно. На 3,5 тысячи голосов оторвался от своих конкурентов. Речь о представителе Единой России Дмитрии Беляеве, который одержал победу на доп. выборах в АКЗС. Как отмечают эксперты, явка в Каменском и Крутихинском районах, а именно там выбирали депутата, была невысокой и составила чуть более 16%. Беляева поддержали более 4,5 тысяч человек, в то время как его ближайшего конкурента, коммуниста Сергея Сергеенкова, чуть более 1100. Руководитель краевого парламента Александр Романенко отметил, что борьба между кандидатами была конкурентной, и Беляеву удалось завоевать доверие жителей. Полномочия депутата по округу номер 5 признают на ближайшие сессии АКЗС, которая пройдет 22 февраля. На 10-15% может вырасти аренда жилья к осени 2023 года. Такой рост, по мнению экспертов, неизбежен. Причина – повышение тарифов на услуги ЖКХ. Сейчас на рынке аренда жилья затишье, но есть как те, кто не сможет быстро снять, так и собственники, которым сложно сдать жилье. В чем причина, выясняли наши корреспонденты. На рынке затишье, а арендовать жилье в краевой столице не так-то просто, рассказывает Яна. Приехала работать в Барнаул и столкнулась с проблемой уже месяц в поисках квартиры. Мониторю постоянно, как только выкладывают объявление, звоню, говорят, что уже назначены встречи с другими квартиросъемщиками и в итоге пропадают, не перезванивают. Спрос есть, а вот предложений не так много. Поэтому и разлетаются хорошие варианты быстро. Способ получения квартиры больше влияет на цену. В Барнауле распространена, так сказать, бабушкина квартира, бабушкина аренда. То есть квартира, которая перешла по наследству к родственникам и так далее. Вот здесь мы можем видеть дешевую аренду. На рынок арендного жилья выходят квартиры, которые совершенно новые, которые только недавно были сданы в эксплуатацию. Сделан совершенно свежий качественный ремонт. И, конечно, наши уважаемые арендодатели оценивают свои труды и вложения в стоимость этой арендной ставки. Так что, если хочешь жить в комфорте, плати от 20 до 30 тысяч за однушку, а то и больше. Иначе придется закрыть глаза на то, когда был построен дом и давно ли в квартире делали ремонт. Зато цены на ту самую бабушкину всего 10-12 тысяч в месяц. Но есть и другая сторона медали. Квартиры месяцами простаивают. Арендодатели просто не могут найти адекватных арендаторов. Безответственные квартиросъемщики. То есть они относятся к жилью как не к своему. И, естественно, там все приходит в негодность. Сейчас многие подставные риэлторы, которые нанимают человека, человек нанимает человека другого, чтобы снять квартиру. А этот риэлтор потом сели туда в большом количестве, например, рабочих строителей. А тебе говорят, что там будет жить один человек. А когда я приехала, допустим, через две недели, а у меня там живет шесть людей, которые работают на стройке, я вот с такими просто глазами удивлена была, ну просто в шоке. Идеальный портрет – это девушка от 18 до 40. Желательно без вредных привычек, без животных и без каких-то привязок, там, мужчин, детей и так далее. Но это идеальный портрет арендатора. Екатерина спустя 4 месяца жильца по душе нашла, исходя из нарисованного портрета. А вот наша героиня, я на свою идеальную квартиру пока нет. Январь, февраль и март. Риэлторы про себя называют мертвыми месяцами на рынке аренды. Активный сезон стартует с августа и длится до ноября. Но если жилье вам необходимо в ближайшее время, тянуть не стоит, говорят специалисты. Ведь из-за подорожания коммуналки аренда к концу лета может вновь взлететь на 10-15 процентов. Причем вне зависимости от того, вторичное это жилье или недавно построенное. Научиться общаться друг с другом и решать конфликты, используя гештальт и психодраму. Такие психологические методы предлагают эксперты в борьбе со стрессом. Как их внедрять в свою жизнь, на этих выходных рассказывали участники шестой научно-практической конференции «Контакт с собой и другими». Подробности далее. Проблемы на работе, стресс, неопределенность в общении и тяжелый 2022 год, который нам добавил волнений. Как с этим справляться, волнуют жителей, а психологов волнуют, как они могут помочь. Об этом говорили участники шестой конференции «Контакт с собой и другими», которая выходные прошла на площадке алтайского филиала «Ранхикс». «Мы хотим видеть воодушевленные лица людей, которые в очередной раз кто-то, а кто-то может быть впервые, заинтересованы сами собой, собой, своей жизнью, тем, как они могут что-то разглядеть получше и повлиять на это». Но как этого добиться? Практикующие психологи проводили мастер-классы, где знакомили студентов и обычных жителей Барнаула с методом гештальт-терапии. Она направлена на восстановление контакта с окружающим миром и людьми. В рамках конференции организаторы подготовили 30 площадок для тренингов. Студенты, которые обучаются психологии, ближе знакомились с работой психолога, а жители Барнаула узнавали о личностном развитии. По мнению психологов в последнее время найти нужный метод и своего психолога становится все сложнее. «В связи с ростом интереса к психологии и в связи с тем, что таких скороспелых психологов появляется все больше и больше, наличие базы академической, которая позволяет психологам сначала получить теоретическую подготовку, а затем очень плавно войти в среду, профессиональную среду, в том числе через вот такие мероприятия, как конференция ежегодная научно-практическая». Налаживать связь между топ-психологами и новичками – миссия конференции. Проходит она ежегодно и в этот раз она собрала больше двух сотен участников. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком. Без длинных очередей и часовых ожиданий. Проверить холестерин, глюкозу и работу сердца смогли барнаульцы в минувшие выходные. Медицинские анализы сдали и, возможно, предотвратили ряд патологий. В будущем больше 70 человек. Наша съемочная группа воспользовалась случаем и тоже решила проверить жизненно важные показатели. Меньше пяти минут и уровень холестерина и глюкозы на табло. Горожане пользуются моментом. Сдают анализы крови. Экспресс-диагностику проводит выездная бригада специалистов Центра медицинской профилактики. Давно не проходил, вот решил пройти, так как очень удобно. Машина оказалась рядом. Я неподалеку здесь. Проверили, пока все в норме. Правда, давление повышенное. Что именно прошли, что узнали о себе нового? А ничего не узнал. Узнал, что я здоров. В последнее время холестерин у меня был немного повышенный. Сейчас прекрасная возможность проверить динамику. Холестерин 5,17. То есть чуть-чуть повышенный до сих пор? Ну да. Ну был 6, поэтому я рада. Ну во всяком случае динамика идет на снижение. Помимо анализов, измерения внутриглазного давления, расчет индекса массы тела, проверка работы сердца на все полчаса. По результатам обследования пациенты получают развернутую консультацию врача-терапевта. Заключение это позволяет предупредить очень многие заболевания на ранних стадиях. Чем мы пользуемся, мы интерпретируем, даем рекомендации человека, куда дальше пойти, куда дальше обследоваться. По месту жительства, либо более уже серьезно, куда-то специалистам узким. Подобные мероприятия проходят два раза в месяц. Специалисты центра отмечают, что мобильная диагностика пользуется большой популярностью у людей. Особенно людям, которым сейчас не всегда получается попасть в поликлиники, очередность большая. Это помогает людям, которые работают, очень заняты. Мы работаем и выходные, они могут прийти к нам в выходной день. Специалисты выездного центра также отмечают, что пройти экспресс-обследование можно и в будни, непосредственно в Центре медпрофилактики на Ползунова, 23. Главное прийти, ведь 80% своего здоровья в руках человека и лишь 20% в руках врачей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» стартовала сегодня в Краевой столице. В ближайшую неделю в районы края уедет почти 450 школьников. Оказывать шефскую помощь, проводить профориентацию. Этим утром бойцы отправились в 20 районов региона. Как это было, расскажет Юлия Щепина. Но нашим дорогам не будет конца, мы вместе с тобой пройдем. Энтузиазм заражает и заряжает. Именно с таким настроением бойцы «Снежного десанта» отправляются на помощь жителям районов Алтайского края. От Заринского до Локтевского. Подгодительный период был очень интересным, захватывающим. И ожидания на сезон, наверное, самые такие впечатлительные. Хоть мы и будем близко здесь, в Промайском районе, но все равно нас ждут, у нас очень много работы предстоит. И зажигательные эмоции будут идти из нас ручьем. У новичков эмоции уже льются через край. В этом году в состав отрядов впервые вошли студенты Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Очень классная погода. Боже, снег такой. Я не могу передать свои чувства, потому что это очень здорово. Я просто давно уже не видела снега. У нас последние несколько лет очень его мало выпало. А я так мечтала именно побывать в таком месте, где много снега. Я бы хотела организовать в моем регионе, в моем Донецке, тоже десант. Он будет называться «Мирный десант». Я приехала сюда познакомиться с этим замечательным мероприятием, с этой акцией патриотической и принести ее в свой край. Отсюда я надеюсь перенять именно традиции, хорошие эмоции, рассказать про то, как проходит все у нас, узнать, как здесь все. И только наилучшее жду. В этом году сезон будет длиться не 10, а 7 дней, но хватит больше 20 районов края. Обычно происходит шефская помощь. Мы даем концерты, общаемся с населением, проводим различные профориентации, ведем мастер-классы. В общем, живем и радуем население. Впервые к зимней студенческой акции присоединились и школьники, трудовые отряды подростков. А помимо молодежных объединений появился и сводный отряд «Сила Сибири», в который вошли представители Алтайского края, Иркутской, Томской, Кемеровской областей и Центрального штаба студотрядов из Москвы. Всего на акцию в районы края отправилось почти 450 студентов, 150 школьников и 50 ветеранов студотрядовского движения. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта, а точнее автоспорта. В эти выходные в Барнауле прошли соревнования по ледовым гонкам, которых не было 12 лет. Столько времени понадобилось Федерации спорта, чтобы выбить разрешение на проведение такого турнира. Да так, что грибной канал может стать важной точкой для зимнего автоспорта. Подробности далее. Поиск адреналина и новых эмоций. Так, Иван попал в автоспорт. У него в гараже две машины. Для гонок и городская. Ну, городская, да, у меня другая обычная машина, стандартная. Вообще никаких доработок. Ездим по городу, как пенсионеры. За спортивным рулем мужчина уже два года. В машине пришлось изменить абсолютно все. От двигателя, коробки передач до подвески. И такое опасное увлечение бросать не собирается. Да как минимум до конца жизни своей погонять. И уже потом по наследству передаешь. Нет, чисто езжу по фану, честно скажу. Если б ты... У тебя не было каких-то там моментов, да, то, что ты чуть не перевернулся или там в бруссвер не улетел, значит, ты медленно ехал. Рисковые и смелые в эти выходные встречились на грибном канале, где впервые за 12 лет прошли ледовые автогонки. Круговая трасса протяженностью 2 километра. Изюминку проезд по обводному каналу прямо под мостиком оценивали 50 участников-гонщиков. Это спортсмены-любители из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей. Если у пилотов главной задачей было как можно быстрее проехать круг, то организаторам нужно было доказать, что проведение турнира не навредят водоему. На сбор всех документов и проверок ушло 2 года. Важное условие – толщина льда. Минимальная толщина льда на грибном канале при предварительных проверках составляла 58 сантиметров. На данный момент более 60 сантиметров, что позволяет выводить при температуре минус 10 технику в 30 тонн. Единственная техника может быть 30 тонн. Поэтому все абсолютно безопасно, с огромным, с огромным, вот таким огромным запасом. А еще трасса соответствует всем мировым стандартам, отметили в Российской Автомобильной Федерации. То, что сегодня я приехал, вижу здесь. Это абсолютно европейский уровень. Ну, читая, вот Кубок мира был, могу сказать, что даже мировой уровень, трибуны, судейская вышка. Все абсолютно подходит. Ну и планирую, что на следующий год, возможно, что один из этапов Кубка России по трековым гонкам, здесь постараемся провести и ледовую гонку. Борьба шла в трех классах. По типу привода пьедестал с медалями заняли пилоты из Барнаула и Новосибирска. В будущем ледовую трассу хотят использовать как тренировочную базу. А, возможно, здесь проведут и мотогонки. С такими соревнованиями алтайский автоспорт выйдет на новый уровень. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.